Всем мира и добра! Меня зовут Оксана и сегодня я хочу вам рассказать и показать, что я буду делать с детками, кейками одного из дендробиумов. Это незнакомый мне сорт. Когда-то мне его подарила девушка одна, при этом пересылала по почте. Получила я его дохленького маленького. И целый год этот дендробиум не подавал никакого, никаких признаков жизни. Сейчас это вот чудо выглядит вот так. И вот на сегодняшний день я думаю, что это уже погибший экземпляр. Но что важно, что еще в прошлом году этот дендрик дал мне один кейк. И я его пересадила вот в этот горшочек с живым мхом. Вот этот маленький тубер. На сегодня он более того не погиб. У него вот уже есть молодой рост. У этого дендрика, у маленького есть небольшие корни. Но тем не менее, я понимаю, что я не могу оставить навсегда вот этот дендрик в таком инкубаторе. У меня здесь и цветоносы, и у меня здесь наращивают корни орхидеи. Поэтому хотелось бы мне как-то уже этот экземплярчик оформить. Тем более, что в этом году дал он мне еще два кейка. Хочу заметить, что с вот этого маленького кейка, который так и не прижился, видимо, в этой посадке, но тем не менее, и практически два года и не погибал, он мне успел дать вот этот в прошлом году кейк и два кейка. Я сейчас их достану. Они у меня тоже в такой непрезентабельной баночке. Тоже здесь небольшая часть живого мха. И вот они у меня в таком аквариуме растут. Неплохо развиваются, но опять же, я не могу их оставить здесь насовсем. Это была такая промежуточная посадка, даже не посадка, просто место, где бы они могли не погибнуть. Поэтому я им хочу выполнить посадку и расскажу, во что буду сажать. Но перед этим хочу вам показать кейка, в котором я совсем недавно тоже делала посадку. И хочу поделиться с вами, в каком состоянии они находятся и как развиваются. Вот эту деточку, этот кейк я сажала сама. Это была парочку недель назад. Сняла с дендробиума. Это акадзуки, комета короля акадзуки. Хорошо, она практически сразу пошла в рост. Сажала я вот в такой состав мелкой коры. Здесь отсев от коры, в которую я сажаю фаленопсисов. Поэтому вот такая вот мелкая, я бы сказала, мусор коры и угля. Вот субстрат, в котором растет этот кейк. Хорошо развивается, очень быстро у него пошли в рост корни. И в принципе я понимаю, что такой небольшой подросток, наверное сантиметров 10, не больше, замечательно растет. И более того, у него выпрямились листочки. Вот видно на маме он рос. Мама на балконе. Там достаточно сухо и жарко. И корешки у кейка подсыхали. Поэтому я ее сняла. Засунула вот в этот субстрат. И очень быстро пошли новые, ровненькие, молодые, вот такие глянцевые листики. Этого кейка я снимала с дендрофаленопсиса. Кстати, тут важно сказать, что вот этот дендробиум, это дендробиум холодного содержания. Дендробиум нобеле. Вот этот дендробиум, это теплое содержание, это дендрофаленопсис. Ссылку на видео снятия этой деточки я вам обязательно покажу. И сейчас покажу в каком состоянии она находится. Снимала где-то я ее месяца полтора назад. Ну плюс-минус. Но тем не менее, за это время обязательно покажу вам корни. Какие они там замечательные, в активном росте. Они сами уже углубились. Я немножко даже их раскопала, чтобы показать вам, в каком хорошем состоянии находится этот малыш. Более того, у него пошел молодой рост. Поэтому сегодня я вот так уже все это дело поправлю. Корешки присыплю. И более того, добавлю еще коры. Чтобы вот так она в воздухе не висела. Почему я ее оставила? С вот таким открытым основанием. Во-первых, срезала ее с верхушки ствола. Вот у мамочки этот дендрик вырос вот с этой точки роста, с которой обычно растут цветоносы у дендрофаленопсисов. Поэтому, хоть и место соединения мамы и этого детеныша было достаточно жестким и суховатым, я все равно оставила этого малыша вот слегка как бы на весу. При этом корни у него тоже были маленькие. Но тем не менее, как мы видим на сегодняшний день, корни уже пошли, активизировались и пошли в рост. Сегодня я могу верхнюю часть этой посадки присыпать корой, кокосовыми чипсами. Мелкая фракция угля здесь у меня есть. В общем-то, такая более влагоемкая, более влагоемкий материал, который идеально подойдет для верхнего слоя. Ну, в общем-то, вот так сейчас это будет выглядеть. Опять же, нужно без фанатизма относиться к посадке, не слишком углубляя орхидею. Вот. Вот это, наверное, будет идеальный уровень. И на данном этапе это будет окончательная версия. Смотрим, что по стеночке. Кстати, вот видим какой-то корешуля дорос до стенки. Да-да-да-да-да. Сейчас попробую повернуть. И вам показать и себе. Посмотреть, вот у нее корешок этот в активном росте дорос до дна. А так, в принципе, это размер, стаканчик размера фаленопсиса 2,5. Ну, в общем-то, вот такая вот деточка. На мой взгляд, хорошая у нее есть перспектива на рост. Она растет новый тубер. Что касательно условий ухода. Сейчас у нас лето, жарко и орхидеи в активной фазе роста. Поэтому слишком пересушивать субстрат нельзя. У этих орхидей достаточно тонкие корни по сравнению с фаленопсисами. И пересушивание для них может быть критично. Корни очень быстро пересыхают и гибнут. Поэтому активный рост мы удобряем. Желательно с применением азотных удобрений. В принципе, в двух этих вариантах вполне применимо азотное удобрение. И слишком, и надолго мы не оставляем субстрат в сухом состоянии. Буквально день-два просушили до сухого. И опять нужно будет увлажнять, поливать, замачивать. Ну, в общем-то, каждый поливает как ему удобно. Самое главное, чтобы не было длительной пересушки. Ну, вот, в общем-то, и все. Что хотела рассказать о тех дендриках, с которыми я работала в ближайшее время. Ну, а что касательно вот этой вот деточки-мамочки, которая не вытянула и не прижилась в такой посадке с корой. Не знаю почему. Может быть, потому что пересылка в три дня для такого малыша это уже критично. Посадки, да, вот где-то два года она уже там безнадежно зеленая. Но, поскольку я посмотрела, что эти подростки, эти кейки очень хорошо развиваются в мхе. И буквально вчера я доставала вот такого подростка, орхидейку в размере 1,7 из мха. Вот этот мх, влажный. И вот пока я это все дело доставала, у меня пришла такая мысль. Вот этих вот ребят высадить вот в такой маленький размера 7 стаканчик. И воспитывать их, растить их уже непосредственно в таком субстрате. Поэтому сейчас я достану этих ребят и буду делать посадку. Кстати, покажу поближе. Вот такой вот стаканчик. Совсем небольшое количество дренажа я туда положила, потому что все-таки считаю, что он там нужен. Так, и достаю эту малышню. Она немножечко, может быть, там уже даже и приросла. Опять же, показывала вам перед этим мамочку этих детей. Она выглядит гораздо меньше. Кстати, вот один из туберов. Вот один из туберов я срезала. Сейчас попробую его то ли открутить, так, чтобы вам было видно и мне. То ли открутить, то ли снять. Кстати, снимала я их, наверное, эта деточка была в два раза меньше. Снимала где-то пару месяцев назад. Замечательно развивалась она, но я понимаю, что я не могу оставить надолго. Вот, кстати, тубер этот просто сам оторвался. Так, где-то, вот так. Она настолько была маленькая, настолько было мало корней, что я даже не могла ее оторвать. Я бы просто ее повредила бы. Так, мы посмотрим, что у нас здесь. Вот, кстати, место крепления. Корни, я не могу сказать, что какие-то супер в активном росте. Но, тем не менее, они есть. Они мокрые и они живые. Что очень важно. Вот, кстати, этот тубер. Где-то вот так вот он у меня рос. И вот было вот таких две веточки. Два маленьких тубера. Выбрасывать пока не буду. Не знаю, может быть, что-то она все-таки еще родит. Хотя очень сомнительно. Слишком уже сухие туберы. И, видимо, корни пострадали внутри посадки. Так, еще достаю еще одну деточку. Вот ее я снимала еще позже. Показываю корни. Что-то здесь вот погибло. Но я ее не буду зачищать. Кстати, что-то вот в активном росте. Не знаю, здесь такие микроны. Видите, махонькие-махонькие корешулечки. С зелененькими точечками. Это точно активный рост. Так, здесь вот у нее согнутый листочек. Тоже, видимо, не хватало влаги. Поэтому вот таких два тубера. Сантиметров, наверное, 7-8. И еще один, тот, который находится у меня в живом мхе. Тоже его пора бы пристроить. Не могу сказать, что здесь тоже какие-то очень активные, красивые, замечательные корни. Но, тем не менее, они живые. Поэтому я думаю, что если я вот этим всем трем детенышам сделаю посадку вот в этот один стаканчик, я думаю, что будет нормально. Я думаю, что им будет не тесно. И присматривать за ними мне будет гораздо легче. Что я делаю? На керамзит выкладываю вот этот вот мох. Так, и теперь буду исходить из того, как корни растут. Я буду размещать этих подростков здесь. Очень бы мне, конечно, хотелось, поскольку прошло уже два года возни с этой орхидеечкой, с этим дендриком, очень бы мне, конечно, хотелось, чтобы я ее все-таки вырастила. Вот. В субстрате она жить не захотела. Может быть, когда подрастет, либо был бы более-больший экземплярчик, шансов было бы больше. Но не знаю. Попробуем в мхе. У меня с мхом не очень такие дружелюбные отношения. Бывает по-разному. Но, может быть, во всяком случае, хотя бы вот эту жару мы переживем в такой посадке. С посадкой я закончила. Вот так она выглядит. Верхний слой я застелила мхом живым. Нижние слои обычный мох с фагнум из посадок орхидей фаленопсис. Очень надеюсь, что с этой орхидейкой все будет хорошо. Как она себя будет чувствовать в дальнейшем, обязательно с вами буду делиться. Но в большей степени, конечно, мне бы хотелось поделиться цветением этой орхидеи. Поэтому на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Если видео стало для вас полезным, буду очень рада. Всего вам доброго. Берегите себя и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok